Добрый вечер! В эфире информационно-аналитическая программа «Новое время». О событиях понедельника расскажу вам я, Майгуль Мукей. В студии вместе со мной работает сурдопереводчик Бахдаулет Кожбанов. Смотрите сегодня. Начался рабочий визит главы государства в США. Программа насыщенная от выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН до деловых встреч. Правительственная комиссия объявила итоги расследования трагедии на шахте Казахстанская, в которой погибли пять человек. Создатели самого большого корпия в мире живут в Павлодаре, и они претендуют на запись в Книге рекордов Гиннеса. И теперь все подробности. Начался рабочий визит президента Касымжо Марта Тукаева в Нью-Йорк. В ходе визита глава государства выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также примет участие в саммите Центральная Азия-США. Запланированы также встречи президента Казахстана с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний. А начался визит с деловых встреч. Наш корреспондент Хунцая Хурмет сейчас находится в США и внимательно следит за событиями там. Рабочий визит главы государства в Нью-Йорк начался с ряда деловых встреч. Касымжо Мартукаев встретился с главным исполнительным директором Сити Групп Джейн Фрейзер. Ситибанк – единственный американский финансовый институт, представленный в Казахстане и выступающий своего рода связующим мостом между Казахстаном и международными инвесторами. Во время встречи стороны обсудили главные тренды мирового финансового рынка и поделились макроэкономическими прогнозами. Главным результатом, пожалуй, стал договор, подписанный между Казахстан-Темаржоле и Ситибанком на 900 миллионов долларов. На эти средства национальный перевозчик планирует приобрести 240 локомотивов у компании Уаптек. Я думаю, сегодняшний договор почти на миллиард долларов – это активное присутствие Ситибанка и в Международном финансовом центре, участие на AX в нашей бирже. Это все-таки показатель доверия. В первую очередь все же смотрят всегда на американские банки финансовые институты. И вот на самом деле сегодняшняя кредитная линия – это не просто Ситибанк, за ним стоит еще гарантия Ксимбанка Америки, Соединенных Штатов. Это значит, что договор будет еще рассмотрен в Конгрессе США. То есть это уже серьезно. Есть политическая поддержка со стороны Соединенных Штатов и финансовых институтов. Я думаю, это будет сигнал для всего мира. Об инвестиционном потенциале и развитии транспортно-логистической отрасли Казахстана глава государства поговорил с главным исполнительным директором американской корпорации УАПТЭК Рафаэлем Сантана. Американская компания – одна из мировых лидеров по производству железнодорожных локомотивов и входит в список Fortune 500. Первые инвестиции в Казахстан УАПТЭК вложил еще 20 лет назад и продолжает инвестировать в расширение производства локомотивов в Астане, в цифровизацию и оптимизацию железнодорожных маршрутов. Во время встречи Космужемар Тукаев отметил, что соглашение трех сторон, подписанное сегодня, поспособствует развитию транспортно-спискового маршрута и станет основой для многих других проектов. Кунсая Курмет, Махсат Тастанбеков, Аслабек Куспанов, Жбек Жоле, Нью-Йорк. Спасибо большое, Кунсая. И еще одна новость из Нью-Йорка. Глава государства Космужемар Тукаев принял исполнительного вице-президента Мастеркард Николу Виллу. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах развития финансового сектора, IT-отрасли и улучшения цифровой компетенции малого и среднего бизнеса. Президент Казахстана поддержал решение Мастеркард выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления. Глава государства также был проинформирован о том, что фонд инклюзивного роста Мастеркард в Казахстане запускает программу «Страф» для цифровизации бизнеса и оказания помощи по улучшению компетенции более чем 300 тысячам малых и средних предприятий. Тем временем премьер-министр Алихан Смаилов раскритиковал госорганы и акиматы за недоработку в привлечении инвестиций, в том числе и иностранных. До конца года необходимо влить в основной капитал не менее 18,5 триллионов тенге. По итогам 8 месяцев план исполнен на 52%, поэтому некоторым регионам необходимо усиленно поработать. К примеру, в области Улытау отмечаются самые низкие показатели по вложениям в основной капитал. В частности, здесь из-за затягивания сроков запуска завода гидрометаллургической переработки сдерживается развитие экономики региона. А в Алматы свыше 200 миллиардов тенге не пришло в реальную экономику мегаполиса. Проекты у вас приостановлены. Вводите их быстрее в эксплуатацию. В этом году надо результат показывать. Обратил внимание глава правительства и на затягивание процедур согласования ряда инвестиционных проектов, среди которых завод по производству пищевой продукции, международная школа и предприятие по выпуску биотехнологических препаратов. По словам Смаилова, такой подход министерства и акиматов к сотрудничеству с иностранными инвесторами неприемлем. Глава правительства потребовал от МИДа усилить координирующую роль в привлечении крупных инвесторов в Казахстан, активизировать работу нацкомпании «Казахинвест» и республиканских загранучреждений, а также оперативно принимать необходимые решения каждому на своем уровне. В трагедии на шахте казахстанской в Карагандинской области полностью виноват работодатель. Сегодня на специальном брифинге правительственной комиссии в Караганде были озвучены выводы экспертов. Напомню, 17 августа на шахте произошло возгорание конвейерной ленты. В результате ЧП погибли пять человек. Предприятие полностью прекратило добычу угля. Возгорание на шахте казахстанской произошло в месте заклинившего ролика конвейера. Как выяснила правительственная комиссия, используемая лента оказалась горючей. Ее кусок экспертам удалось отрезать отправить на исследование в Кемеровский институт. Эксплуатация ленточного полотна производилась с нарушениями. Недолжным образом была организована и работа инженерно-технического персонала шахты. Уже установлено несоблюдение техники безопасности и слабый контроль энерго-механической службы. Всегда в любой случае это не один фактор, это совпадение ряда факторов. Здесь ролик не крутится, здесь пыль не убирается, здесь лента не того типа применяется. Вот мы там же нашли другую ленту, которая трудновозгораемая. Загоревшаяся конвейерная лента была закуплена в Индии. Изначально приобрести для предприятия Арсилор Миттл Тимиртау хотели порядка 50 километров, но в реальности взяли около 20, говорит зампредседателя комиссии Вадим Басин. Теперь же использовать ее нельзя. Дано предписание по ее замене. Ответственные за закуп такого товара сейчас находятся под следствием. Были установлены ответственные лица в данном акте. Два представителя Индии, это именно директор по закупкам и директор по снабжению, которые составили данный контракт и заключали данный контракт. По итогам проведенной работы правительственная комиссия определила 100% вину работодателя. Определены 28 ответственных лиц, допустивших нарушение законодательства. Органами полиции возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности, приведение горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Любовь Облачкина, Жебек Жолы, Карагандинская область. И сейчас новости из Павлодарской области. Там к старту отопительного сезона на Экибастузской ТЭЦ будут полностью готовы к работе 6 из 10 котла-агрегатов. Ремонт оставшихся четырех завершат до конца октября. В ходе минувшей встречи первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил до 22 сентября завершить ремонт четырех городских тепломагистралей. Местные власти обещают отопительный сезон без перебоев и ЧП. По информации областного Акимата, к зиме в регионе уже готовы на 100% все соцобъекты и на 98% жилищный фонд. В Экибастузе полностью устранены повреждения, выявленные после гидравлических испытаний. Заменены 65 километров коммунальных сетей. Кстати, до сегодняшнего лета такой масштабной реконструкции в Экибастузе еще не было. Я ежедневно получаю информацию, идете по графику. Один котел прогресса дали, он резервный, в принципе ничего страшного не случится. Теперь 20 сентября пять котлов готовы. У нас шестой, седьмой у нас уже сделан, девятый затанчивал. И среди погребенных котлов одиннадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый. К семи годам и шести месяцам лишения свободы сегодня приговорили захватчика отделения Каспи-банка Лихана Мурадова в Астане. Он будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Напомню, захват заложников в здании банка произошел в середине лета, 18 июня. Мужчина заперся в отделении банка вместе с работниками и посетителями. Полиции удалось тогда освободить заложников и задержать Мурадова. Полицейские Житесузской области задержали женщину, продавшую двух своих детей за два миллиона тенге. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Здесь озвучили итоги операции Стоп Трафик. Ровно наполовину выросло количество преступлений, связанных с торговлей людьми. Это если сравнивать показатели за 8 месяцев текущего и прошлого года. Только в сентябре полицейские уже выявили 30 подобных преступлений. И одним из самых резонансных случаев произошел в области Житесу. Мать за два миллиона тенге продала своих детей. Старшему было около года, а второй родился в этом году. 23-летняя жительница области Житесу была задержана за торговлю детьми. Установлено, что женщина через посредников продала своих двух детей 2022 и 2023 годов рождения. Первый факт имел место в октябре 2022 года, и второй факт в августе 2023. В обоих случаях сумма сделки составляла 1 миллион тенге. Факты зарегистрированы по статье 135 Уголовного кодекса «Торговля несовершеннолетними». В настоящее время продолжается информационная работа по размещению и трансляции в регионах социального ролика с номером телефона доверия по борьбе с торговлей людьми. 116 16. В 2023 году Министерство обороны совместно с Министерством высшего образования и вузами страны реализовали новый проект. Теперь отслужившие срочники имеют право на получение высшего образования без сдачи ЕНТ и по гранту, то есть бесплатно. Но эту льготу получат только лучшие защитники Родины. Как новая образовательная льгота может повысить престиж воинской службы, мы узнали у советника министра обороны Айгуль Тулимбаевой. Наша постоянная рубрика «Интервью». Айгуль Нуралиевна, добрый вечер. Здравствуйте. Более 600 молодых казахстанских парней воспользовались льготами образовательными. Давайте раскроем карты. О чем речь? Что за льготы и 600 человек? Это на самом деле много или мало? Более 600. Более? Да. Это ребята, которые отслужили срочную воинскую службу, показали хорошие результаты и получили возможность бесплатного обучения в гражданских вузах на тех специальностях, которые они выбрали. Были охвачены все практически крупные вузы страны, более 70 вузов предоставили такую возможность. И представляете, человек отслужил, да? Он целый год выполнял занятия по боевой подготовке, по государственной правовой подготовке. И после завершения службы без сдачи ЕНТ он может поступить в высшее учебное заведение. Это уникальная возможность. Допустим, молодой человек, он закончил школу, он решил пойти в армию, отдать дань Отечеству, он отслужил и сейчас он на таком перепуте. Как проводится эта работа, как вы им разъясняете эти перспективы и в целом какие условия, то есть как это все? Дело в том, что с каждым солдатом, с каждым рядовым проводится соответствующая разъяснительная работа. Более того, у него спрашивают, ты хочешь ли участвовать в проекте или нет? Нет. Будешь ли ты в дальнейшем претендовать на бесплатное обучение в ВУЗе или нет? Поэтому каждый солдат, каждый рядовой пишет собственноручно, хочет или не хочет. Не может быть такого, чтобы он не знал об этом проекте. Понимаете? Это одно. Второе. При этом каждый, кто отслужил, каждый сможет поступать в ВУЗы без учета ЕНТ на платной основе. Тут вообще ограничений нет. Причем в течение двух лет после службы. То есть у него еще есть возможность подумать целый год, хочет он учиться или не хочет учиться. А вот если он хочет претендовать на бесплатное обучение, тогда он должен показать хорошие результаты в дисциплине, в боевой подготовке, в выполнении специальных ответственных поручений. И показав наивысшие результаты, все это суммируется, создана специальная информационная система, срочники 2.0, где по специальному алгоритму, автоматическом режиме, то есть никакого человеческого фактора, все оценки аккумулируются, суммируются и определяется итоговый балл. И вот по итогам уже вот этого отбора, ребятам предоставляется возможность бесплатного обучения. Вот летом мы выдали таким образом полторы тысячи сертификатов с возможностью бесплатного поступления в ВУЗы без учета ЕНТ. Воспользовалась, как вы только что озвучили цифру, меньше, чем полторы тысячи, но у ребят есть еще второй год. Они могут еще воспользоваться. И потом, учитывая, что это пилотный проект, и ребята, которые сейчас получили сертификаты, поступая на воинскую службу, еще не знали об этом проекте. Потому что это для них, так скажем, такой приятный бонус. А вот уже новые ребята, которые идут на службу, они уже об этом знают. И уже целенаправленно будут стремиться, если захотят, получать хорошие баллы и получить возможность обучения. При этом со следующего года мы сейчас проводим работу, что будут государственные образовательные гранты, что даст возможность человеку получать еще и стипендию, возможность жить в общежитии. Прекрасно. Есть ли статистика, какие направления ребята выбирают? То есть они служат, и они уже у себя в голове проигрывают. Допустим, я заканчиваю, я поступаю, я строю жизнь в той или иной сфере. Вы знаете, поскольку ребята служат в армии и имеют много возможностей изучения военной техники, мы отметили, что большой процент ребят выбирают технические специальности. Автоматизация, IT в том числе. То есть это характеризует очень хорошо, потому что уже осознанно человек, поняв, как работают вообще технические системы, продолжает в этом направлении развиваться. Если посмотреть статистику, после запуска данного проекта, прекрасного проекта, это безусловно, что ребята выбирают? Они выбирают продолжать служить в армии, либо же они уходят все-таки в свои какие-то поля и в том числе продолжают образование? Вы знаете, все ребята разные. У каждого свой путь. У кого-то путь воина. Вот он воин, и это, что называется, у него в генах, это в его сознании. Он продолжает путь воина, он подписывает контракт с вооруженными силами или с другими войсками. Пограничная служба, национальная гвардия продолжает служить. Но это не значит, что через год, через два, через три он не захочет, опять же, развиваться дальше. Поэтому мы предоставляем возможность ребятам, которые заключили контракт с вооруженными силами, в том числе в дальнейшем поступать в военные учебные заведения и уже стать офицером. Те же, кто хотят развиваться в гражданском плане, это абсолютно, скажем так, объективное решение, потому что нашей стране нужны хорошие граждане и в армии, и на заводах, и на шахтах и так далее. Поэтому мы не можем сказать, что изменилась статистика кардинально. То количество ребят, которые ежегодно подписывают контракт с вооруженными силами, оно остается примерно одинаковым, в том числе и потому, что вакантные места у нас же не увеличиваются, у нас же армия не увеличивается каждый раз, правильно? Поэтому идет отбор. Не всех ребят, как говорится, принимают на контрактную службу. А вот впервые в этом году, еще раз отмечу, впервые в этом году мы видим, что ребята массово стали идти в вузы. И вот когда эта волна пойдет, понимаете, в следующем году и так далее, в вузах в течение четырех лет, на четырех курсах будут учиться ребята, отслужившие срочную воинскую службу. На мой взгляд, отношение студенческой молодежи к армии и к срочной воинской службе значительно изменится в лучшую сторону. Прекрасный тренд. Если вдруг сейчас нас родители только начали смотреть, буквально в двух-трех словах, еще раз, условия вашего проекта, что необходимо, и чтобы они уже понимали. Если ваш сын получил повестку в военкомат, так, не бойтесь. В армии он получит военную специальность. В армии он станет мужественным, храбрым, сильным и дисциплинированным. В армии он найдет много хороших и верных друзей на всю жизнь. И более того, отслужив в армии, он не будет чувствовать, что он потерял год. И вы не будете этого чувствовать, потому что вы приобретаете право без учета ЕНТ поступления в любое высшее учебное заведение нашей страны, в том числе и в военное учебное заведение, без конкурса. Надо лишь отслужить честно этот год. Надо показать себя хорошим, дисциплинированным, сильным, духовно таким крепким парнем, защитником Родины. И при этом, если вы покажете, если парень, ваш сын, покажет самые высокие результаты, он получит государственный грант и будет бесплатно обучаться, получая стипендию. Но, если, тем не менее, он не получит самые высокие баллы, на платной основе в любой ВУЗ он сможет поступить без учета ЕНТ в течение двух лет после службы. Прекрасные перспективы. Огромное вам спасибо за ваше интервью. Вам спасибо. И спасибо большое коллеге. Конкретно и ясно рассказали о новых льготах для военнослужащих. А мы продолжаем выпуск. Свыше 2 миллионов 400 тысяч архивных карточек жертв политических репрессий рассекретили в Казахстане. Данные охватывают период с 29 по 1956 годы. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. В архив президента уже переданы более 250 тысяч дел репрессированных. Еще 265 тысяч дел передадут до конца этого года. Также в Генпрокуратуре добавили, что 311 тысяч человек из числа ссыльных спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности реабилитированы. Казахстанские аграрии ждут компенсации от ущерба, нанесенного сайгаками. Фермеры уверены, численность животных надо регулировать и контролировать. Как известно, степные антилопы уничтожили тысячи гектаров посевов в Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Западноказахстанской и Актюбинской областях. Лейла Ауесова оценила масштаб бедствия. В Карагандинской области популяция сайгаков увеличилась в пять раз. Тогда вытаптывают и съедают будущий урожай пшеницы. Фермеры Нуринского района уже потеряли 20% посевов. Так в крестьянском хозяйстве, кланут пес, дикие животные уничтожили одну пятую всех полей. Порядка 2000 гектаров, наверное, можно сказать, что мы потеряли из-за сайги. Протоптало, поело, наверное, можно сказать. Надо, наверное, принимать какие-то меры. Историческое животное. Понимаем, что это хорошее животное, что мы не имеем права с природой что-то делать. Но оно губит наши урожаи, губит наш труд, наверное. И сегодня убытки очень колоссальные. Если в Карагандинской области пострадали 38 тысяч гектаров, то на западе страны животные уничтожили больше миллиона гектаров пастбищ и посевов. К примеру, в Актюбинской области убытки понесли 14 крестьянских хозяйств в двух зерносеющих районах. В регионе встречаются две популяции сайгаков – Устюрская и Бетпагдалинская. Их численность составляет 130 тысяч голов. Очень было много жалоб со стороны крестьянских хозяйств. Такие обращения были в прошлом году. Но такого урона, скажем, как в этом году, в прошлом году, не было. Мы со своей стороны подняли все документы, заактировали все эти факты и направили в Министерство сельскохозяйства. Сейчас по нашей информации Министерство сельскохозяйства готовит методические рекомендации, по которым, возможно, будут рассчитываться убытки. Убытки никак не покрываются. Банки отказываются страховать будущий урожай от подобных бедствий. Чтобы помочь фермерам, правительство Казахстана прорабатывает механизмы компенсации ущерба. Будут предприняты соответствующие конкретные меры. Уже пришло время, когда нужно принимать какие-то меры. Но цивилизованным путем, на научной основе. И не в ущерб фермерам, крестьянам. Сейчас сайгаки готовятся к миграции на юг страны. По сравнению с прошлым годом, их численность выросла на 40% и достигла почти 2 миллионов особей. Пока одни аграрии считают убытки, другие требуют вести промысловый отстрел сайги, чтобы контролировать популяцию. Но по закону отстрел краснокнижных животных запрещен. И получается такой замкнутый круг, выход из которого может и должно найти правительство Казахстана. Так считают фермеры. Лейла Уэсова, Жумар Худайбергенов, Жбек Жолы, Октюбинская область. И таким образом, исходя из этих фактов, Казахстане не планируют продлевать мораторий на отстрел сайгаков. Сегодня об этом заявили на брифинге в столице. По результатам весеннего учета популяции этих животных приблизилось к 2 миллионам. По прогнозам, осень их число может превысить уже 2,5 миллиона особей. Рост поголовья есть. Теперь стоит задача контроля численности сайгаков. Давайте насчет варварского отстрела не будем говорить. Мы говорим об устойчивом использовании животных. В свое время сайгака приносил пользу всему народу Казахстана. Так он был одним из основных промысловых видов, по которым был налажен целый охотничий промысел. На сегодняшний день наша задача министерства была сохранить и восстановить численность сайгака. Этой цели мы достигли. На следующий год мы думаем, что все-таки моратории нет необходимости продлевать. В связи с тем, что мы свою задачу исполнили в полном объеме, численность сайгаков у нас, можно сказать, восстановлена. В мировой точке зрения в Казахстане у нас 98% от общей мировой популяции сайгаков. Это то, что наша республика достигла таких достижений. Про это мы говорим мало. В основном говорят, что негатив, что мы сейчас хотим уничтожить. А то, что министерство достигло таких показателей. К событиям в мире. Нелегальная миграция в Европу заставила главу Еврокомиссии посетить итальянский остров Лампедуза, на который только за последние три дня прибыло более 8 тысяч нелегалов, что превышает численность населения самого острова. Отсюда мигранты расселяются по странам Старого Света. Урсула фон дер Ляйен предложила план действий. Он состоит из 10 пунктов. Она пообещала оказать поддержку в транспортировке мигрантов с острова и в борьбе с контрабандистами, которые их перевозят. В свою очередь, премьер-министр Италии Джорджио Мелони заявила, что ее страна не справляется с наплывом беженцев. Напомню, за 2023 год в Италию прибыло почти 126 тысяч иммигрантов. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем временем в Ливии не могут справиться с последствиями разрушительного наводнения. Природная стихия обрушилась на восточные районы страны после шторма Даниэль. Уже как неделю продолжается поисково-спасательная работа. Погибших в наводнении уже больше 5 тысяч. Однако ранее мэр затопленного города говорил о цифре в 20 тысяч. Но точное количество жертв пока неизвестно. О поиске выживших еще ведутся. Своими силами страна не справляется. ООН объявила призыв о помощи. Ливии требуется более 71 миллиона долларов. Тяжелая техника для расчистки завалов. А пока что в страну направляется вода, продовольствие, палатки, одеяло, гигиенические наборы, медикаменты и средства экстренной хирургической помощи. Очередной альпийский горнолыжный курорт закрывается из-за нехватки снега. По словам экологов, виной всему глобальное потепление. Во французском городе Ла-Самбюи сезон катания с нескольких месяцев сократился до нескольких недель. В связи с этим содержание курорта стало невыгодным. К слову, это не единственный курорт, переживающий кризис. Экологическая организация Mountain Windress заявляет, что с 2001 года во Франции демонтировали 22 подъемника и порядка 106 остаются заброшенными. Павлодарские рукодельницы стремятся в Книгу рекордов Гиннеса. Для этого они сшили самый большой корпе в мире. Причем техника их шитья – это сочетание старинных традиций с современными. Азамат Айтхалин расскажет подробнее. Павлодарские мастерицы Дина Ержанова, Карима Жаминова, Галия Сунгатова и Марина Мухтарова бережно чтут старинные традиции декоративно-прикладного искусства казахского народа. Свои знания передают молодому поколению. Это особая старинная техника изготовления предметов, которые когда-то украшали юрты кочевников. Они не просто украшали жилище, делая его более уютным. Но сами узоры, напоминающие бараньи рога, считалось, что изгоняли зло и притягивали добро, как оберег. Сегодня изделия павлодарских рукодельниц создают уют в домах разных городов Казахстана. Колоритные творения как никогда востребованы, даже в соседних странах. Поэтому мастерицы работают, не покладая рук. Однажды ко мне обратился клиент с просьбой изготовить кепку в национальном стиле. Но при этом, чтобы была современной. И у меня получился такой необычный головной убор. Получила на него патент. Очень много людей теперь просят изготовить им такие же. Умелицы регулярно участвуют в конкурсах областных, республиканских и международных. На одном из таких побили рекорд, сшив в самой большой корпе размером более 500 метров. Достижение зафиксировано специальной комиссией. И совсем скоро их результаты должны официально внести в Книгу рекордов Гиннеса.